наташа добрый вечер в общем видишь твое решение ключевой вопрос а почему ты все-таки сделал этот вывод что 12 часов в одну сторону я тут вырезал она не очень хорошо влезло это вот частный вопрос по поводу решения но ты видишь вот не пол не получается значит получается что фактически нужно же не только подобрать на самом деле ты вот пытаешься сделать другой подбор я думаю что в итоге какой-то другой подбор возможен но проблема в том что он будет очень не универсальным если мы его сделаем и займет очень много времени то есть нам нужно что-то простое ну давай попробуем подбор сделать то есть видишь твой давай попробуем еще другой подбор сделать вот в твоем духе значит но сначала я попробую сделать все-таки давай первым я значит решу подбором но вот как я тебе показывал значит это же тоже подбор значит вот это 468 километров у нас скорость течения 4 значит он сначала идет допустим против течения ну по по течению сначала но неважно x плюс 4 а вот здесь x минус 4 и со скоростью x плюс 4 то есть по течению за какое-то время т1 он проходит 468 километров когда он идет обратно он со скоростью x минус 4 за т2 проходит то же самое 468 и поскольку есть стоянка которая длится 8 часов а всего он в отъезде из пункта отправления 52 часа как ты справедливо там посчитала 44 часа это чистое его время движение то есть т1 плюс т2 это 44 вот из этого делаем систему то есть убираем т1 и т2 выражаем их через x 468 на x плюс 4 и т2 это 468 на x минус 4 и вот наше окончательное уравнение 468 на x плюс 4 плюс 468 на x минус 4 равняется 44 но значит вот мой способ первое мой подбор давай мой не очень хорошо значит стандартный подбор давай назовем стандартный подбор стандартный подбор стандартный подбор стандартный подбор Значит, здесь дополнительный множитель x минус 4, здесь x плюс 4, 468 на x минус 4 плюс x плюс 4 на x минус 4 на x плюс 4. Это все равно 44. Значит, 468 на 2x, здесь у меня четверки сократились, на x квадрат минус 16 равняется 44. Значит, 468 на 2x равняется 44 на x квадрат минус 16. Делим на 2, 468 на x равняется 22x квадрат минус 22 на 16. Окончательное квадратное уравнение 22x квадрат минус 468x минус 22 на 16 равняется 0. Вот в этих задачках все время получится так, что вот здесь и здесь минусы стоят. Это всегда так. Значит, вот стандартный подбор состоит в том, что мы делим на 22, но ничего не сокращаем, кроме первого вот здесь слагаемого. То есть, x квадрат минус 468 22x минус 22 на 16 на 22 равняется 0. Значит, мы говорили с тобой о теореме Виета, и ее хорошо бы, ну, даже не знаю, какие слова сказать правильные. Учить наизусть ее, в общем, бесполезно, ее скорее надо осознать, что она помогает. То есть, когда у нас есть квадратное уравнение, вот приведенное, то есть, x квадрат минус px, ну, давай, плюс px плюс q равняется 0. И когда мы нашли корни, то у нас x минус x1 на x минус x2 на x минус x2 равняется 0. И вот если я вот в этой нижней строчке все раскрою в скобке минус x1 на x минус xx2 плюс x1 x2, то у меня получится, что вот это равно минус x1 плюс x2 на x, из чего я делаю вывод, что p равняется минус x1 плюс x2. А произведение без x, x1 и x2, значит, я делаю вывод, сравнивая просто эти штуки, что q равняется x1 на x2. Вот вся теорема Виета, то есть, ее доказать, написать вот первую строчку, вот эту, потом вот эту, раскрыть скобки и сравнить. И вот получаем теорему Виету. Но вот здесь без нее не обойдешься, а с ней очень просто. Значит, я видел вот эти два минуса, которые давай я еще раз обведу красным. Я понимаю, что у меня есть x1 плюс x2 разных знаков. То есть, вот x1 на x2, у меня произведение отрицательное. Оно минус 22 на 16, деленное на 22. Причем, я вот не сократив вот это число 22, я ожидаю, что одно из этих чисел будет дробным и отрицательным. Нам дробная скорость теплохода, ну, конечно, там может он ехать, не знаю, там 1 треть километра в час, но здесь задачки вот по-другому устроены. Значит, соответственно, скорость теплохода будет целым числом. И, в общем, одно из них будет отрицательным за счет вот этого минуса. А поскольку у нас сумма x1 плюс x2 большая и положительная, но она большая, потому что 4,68, 22, это примерно 4,20, это где-то там 20, чуть больше, то у нас есть большое положительное число, это как раз скорость теплохода, и маленькое отрицательное. И дальше мы смотрим на числитель, вот сюда, и просто начинаем прикидывать, какие у нас возможны скорости теплохода. Возможно, 22, возможно, 16, ну, вот 32, 32, это уже, ну, довольно быстро до теплохода. 44, это уж совсем маловероятно, такой теплоход, катера 44-то не ездят, то есть, в принципе-то они медленнее ездят, чем... То есть, это еще более-менее маловероятно. Давай попробуем 22. Для теплохода самое вероятное здесь число. Если одно из решений 22, то другое, чтобы минус получился, нужно минус 16,22. И проверяем, сумма будет равна вот тому, чем написано, 468,22. x1 плюс x2 равняется 22 минус 16,22. К общему знаменателю это 22, а тогда 22 здесь как множитель идет. Значит, 22 в квадрате минус 16, это 4 в квадрате. По разности квадратов 22 минус 4 в числителе на 22 плюс 4 на 22. 22 минус 4, это 18, а это 26. Сколько это 18 на 26? Значит, лучше всего вот так сделать. 20 минус 2, это 18 на 26. А 26 на 20 запросто мы умножим. Это 26 на 2, 52, 520. 520 минус 26 на 2, это 52. На 22. То есть, вычли 20, это значит, осталось вычесть 500 минус 32 на 22. 500 минус 30, это 470, 470 минус 2 на 22. Это как раз 468. Все, мы задачку решили. Ну, или тут столбик можно было вычесть. То есть, вот этот подбор, он очень здесь прост и проходит всегда. Давай попробуем взять твой подбор. Для этого нужно попробовать вот то, как ты хотел решить. Значит, давай я клоун это сделаю и перетяну его вниз, вот это уравнение. И попробую сделать твой подбор. Чтобы ты увидела, значит, что он тоже возможен. Ну, я вообще не знаю, насколько он возможен. Наверное, возможен. Давай мы, значит, это попробуем. То есть, давай мы максимально упростим. Значит, ну, на 2 разделим. Значит, 300. Сейчас, секунду. 200. Сократим на 2. Значит, 200. 34 на х плюс 4. Плюс 234 на х минус 4. Равняется 22. Еще можно на 2. Давай 230. Это что там? 115. Значит, 117 на х плюс 4. Плюс 117 на х минус 4. Равняется 11. Значит, чего у нас за число 117? Что у нас такое число 117? Так, оно у нас на что-нибудь. 117. Ага, оно на 3 делится. Вот, потому что это 9 сумма цифр. Давай на 3 его разделим. 3х3 минус 9. 27. 9 и 3, 27. Это 39. Значит, 117 получается. Это 39 на 3. Это 39 на 3. Это 13 на 3 и на 3. Это 13 на 9. И вот смотри, какая штука у нас получилась. Я вместо 117 пишу 13 на 9 х плюс 4. Плюс 13 на 9 на х минус 4. Равняется 11. И вот что хорошо, в числителе между цифрами 13 и 9 как раз разница как раз в 4. Так, ну только тогда, значит, так, это хорошо. Но мне нужно, чтобы у меня 11 получилось. Так. Так. И как же это у меня будет получаться? Так. Какой у нас там ответ-то? Не-не-не, не хочу смотреть. Я забыл уже. Так. Допустим, у нас, если эта штука 9, то тогда мне нужно, чтобы вот это было равно 2. Да, что-то у меня тут не особо как-то складывается. Ну-ка, ответ-то наш вообще влезает. Ответ у нас 22, да? В общем, здесь, конечно, сложный подбор. Значит, давай посмотрим, как у нас получится. Не получилось у меня так. Вот когда 22, то это, значит, 22 плюс 4 плюс 13 на 9, 22 минус 4. И получается в первой дроби 13 на 9 и деленное на 26. И вот 13 и 26 дают, ну, сокращая, 1 вторую. Вот эта двойка возникает, 9 вторых. А вот здесь, наоборот, 22 минус 4 дает 18. И уже 9 восемнадцатых дает 13 на 9, а здесь 18. Вот уже 9 с 18 одну вторую дает. Получается 9 вторых плюс 13 вторых. И это как раз 22 вторых. И это как раз 11. То есть вот, но, видишь, угадать это, что это происходит с половинками, все-таки этот подбор, ну, наверное, он возможен. То есть дальше вот нужно вот на этом тренироваться. То есть вот видишь, как тут происходит? Тут половинки. Значит, получается, что зря мы на 2 сокращали. Нужно было там 22 оставлять. То есть идея в том, что здесь вот в целых числах надо бы оставить. То есть видно, я слишком много сократил. Значит, вот мне нужно было подбирать вот здесь. 234. Вот нужно было вот из этого уравнения подбирать. Вот что получилось, нужно подбирать вот из этого уравнения. То есть тут, конечно, нужно еще понять. Значит, вот если 234 на х плюс 4, плюс, так, 234. Значит, 234. Да, перепутал я цифры. 234 на х плюс 4 плюс 234 на х минус 4 равняется 22. Вот так должно все получиться. Потому что 234 это 2 на, значит, 117. Да, это 3 на 39. Значит, получается 13 на 9 и еще на 2. 13 на 18 или 13 на 18 на х плюс 4 плюс 13 на 18 на х минус 4. И вот это равняется 22. И вот получается, что нужно даже немножко их переписать. Не одинаковые здесь цифры писать, а вот взять одну восьмерку. Вот здесь написать 26 на 9 на х плюс 4. А вот здесь написать 18 на 13 на х минус 4 равняется 22. И вот тогда, если х равен 22, то получается тогда вот такое сокращение, что 26 на 9 на 22 плюс 4, то есть 26 у нас сокращается. А 22 минус 4 – это как раз 18. И это именно 9 плюс 13, и это 22. То есть, видишь, тут, когда ты по-другому подбор устраиваешь, то очень сложно догадаться, на что надо сокращать, а на что не надо. Вот в нашем случае, когда мы устраивали подбор с квадратным уравнением, тут всегда одинаково. Вот на этой стадии, значит, нужно сократить только на 22. Во-первых, нужно на двойку вот здесь сократить. Вот здесь мы делим на 2. И во-вторых, еще вот здесь мы делим на коэффициент при х в квадрате. То есть, то, что есть на… Получилось 22, значит, делим на 22. То есть, сухой остаток. Твой подбор возможно сделать, но, как я тебе сказал, видишь, вот из первого уравнения, ну, он бы получился, но сложнее. Из третьего он вообще не получился. И только из второго он более-менее получается, но все равно он сложнее, чем подбор потерянной билеты. Возвращаясь к твоему решению, откуда ты решила, что 12 часов в одну сторону он идет? Смотри, он, получается, идет 9 и 13. По течению он идет 9, а… Так, что за фигня? Не 9 и 13. Это я фигню уже сказал. В два раза больше, да. То есть, 18 он идет и 26. Вот сколько он идет. Потому что я еще тут нагло сократил. Вот, угадать вот эти числа, значит, в общем, либо решать это дело честно, квадратным уравнением, чего ты совершенно очевидно делать не хочешь. И я не хочу, чтобы ты это делала. Я хочу, чтобы ты, ну, это имело в резерве, вот, квадратное уравнение, потому что, ну, там, правда, бесполезно. Это же первая часть, писать, значит, если подбор не прошел, ну, это вот можно, значит, в принципе, проверить квадратным уравнением, но, не знаю, подбор должен пройти. В общем, я тебе самый простой и выстраданный способ даю подбора. То есть, другие способы подбора тоже существуют. Они будут менее универсальными. То есть, еще и в других задачках вот этот подбор проходит всегда. Так, это, значит, твой способ, скажем так, назовем ее. Твой способ. Твой способ. Он, правда, не совсем твой, но, в общем, как бы. Ну, если хочешь, когда увидимся, мы еще решим квадратным уравнением. И нам все равно нужно уметь квадратное уравнение тоже получать. То есть, абсолютно все задачки номера одиннадцатого решаются составлением системы. И система не больная, сложная. То есть, как бы вот ты сказал эту фразу, что тебе с третьего класса их плохо решать неприятно. Ну, они всем неприятны, потому что они нас запутывают. Но в этой задачке они нас запутывают не самим условием, а скорее вот цифрами тяжелыми, которые вынуждают нас делать подбор. А само условие более-менее понятно. Пожалуй, что тут единственное запутывание, вот эта стоянка длится восемь часов. Я тебе рассказывал, что вот паренька, который сейчас в МАИ учится, вот это вырубило. Причем он сильный был сравнительно. Что такое, говорит, стоянка восемь часов? Ну, что такое стоянка? Знаешь, никуда не плывет стоянка. Матросы в кабак, а туристы там ходят тоже, наверное, в кабак пошли. Не знаю. Вот. Поэтому, значит, ну, наверное, это хорошо, что ты делаешь свои методы. Значит, но тогда надо их доводить до конца. У тебя проверка не прошла, значит, но вот какой-то другой подбор возможен. Я тебя уверяю, что он менее универсальный. Ладно, до встречи. Давай, я тебя не буду грузить на ночь. Значит, мы еще порешаем такие задачки, но отныне мы будем потихоньку решать системы вот из задачки, как она там, из вот, сейчас она, одиннадцатая, да, из одиннадцатой задачки. Давай, счастливо, и до встречи тогда. Так, это, это к нам там записать. Сейчас. Угу. Угу. Продолжение следует...